Всем привет, всем доброго времени суток. Давайте еще раз проверим связь, как меня слышно. Поставьте от 1 до 10. Вот, как всегда будет опоздавшая, вы молодцы, пришли вовремя, обеспечили себе место на очень интересном уроке, который вам сегодня преподаст наш очень классный преподаватель с огромным опытом. Но об этом попозже чуть-чуть, я представлю преподавателя Людмила Васильевна чуть попозже. А сейчас опишите мне, пожалуйста, есть ли среди вас люди, которые первый раз на этом уроке, на двух предыдущих не были. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, если такие есть. То есть есть такие люди. А среди вас есть ли такие люди, поставьте мне, пожалуйста, пятерки, которые не только не были на прошлых уроках, но и просто еще даже не смотрели в записи. Пятерочки поставьте, если такие. Ина Васильевна, Мила, Татьяна. Хорошо. Тогда я обращаюсь к вам и представлюсь для вас. Меня зовут Эдуард Лер, не я, директор запаса, живу сейчас в Германии. Но сегодняшний урок буду проводить не я, а Людмила Васина, чуть позже представлю я ее вам. И теперь я хочу обратиться к людям, которые не поставили пятерочки, не поставили ни пятерочки, ни плюсики. Напишите мне, пожалуйста, 10, кто сделал домашнее задание. Поставьте мне десятки. То есть связался со своим наставником и сделал сайт. Петр Огородников, отлично, Любовь, Людмила, молодцы. Много десяточек, отлично. Молодцы, это наши отличники. Хорошо, теперь поставьте мне, пожалуйста, цифру 8, кто сделал сайт, но с наставником не связался. Тот, кто десятки поставил, уже не ставьте. Мы сейчас будем... Валентин не успел, ничего страшного. Поставьте 8, кто сайт сделал, а с наставником не связался. Вот, Олей, Нинель, Петр Огородников, в процессе, все хорошо. Так вот, вам осталось сделать вторую часть домашнего задания, это связаться с наставником. После этого занятия вы получите запись, в котором будет анкета и, заполнив ее, с вами обязательно свяжется ваш помощник. И с помощником очень удобно. А теперь поставьте мне, пожалуйста, цифру 7, кто с наставником связался, но сайт не успел сделать. Но вам намного проще, потому что сайт вам, наставник ваш в любом случае поможет. Самое главное, что вы вышли на связи, поэтому не давайте спать, есть, ничего ему делать, пока не поможет вам. Договорились? Нам нужно с вами настраивать очень быстро систему. Так, отлично. Ну, как всегда у нас отличники и хорошисты отвечают. Серединка золотая, 119 человек, остальные сидят, отмалчиваются. Сейчас я с удовольствием, с огромнейшим удовольствием передам микрофон нашему супер-классному преподавателю. Вы это поймете в процессе этого урока. Людмиле Васиной, человеку с огромнейшим опытом работы как на земле, так и в интернете. Человек, который вам сейчас все это поразложит по полочкам, говорится, разжет и положит в вашу голову. Единственное, что вам нужно сделать, это это все выполнить. И обязательно, обязательно хочу вам сказать одну вещь. Для того, чтобы это все сделать и быть успешным в интернете, нам с вами обязательно нужны инструменты. Ну, инструменты нужны всегда и везде. Даже когда вы садитесь обедать, без ложки будет сложно пообедать, правда? Съесть суп без ложки будет сложно. Можно, но сложно. Точно так же в интернете все преуспевающие предприниматели, начинающие, я не знаю, которые где-то в серединке находятся, они все пользуются инструментами, которые облегчают работу в интернете. Поэтому без инструментов никак вам не выйти. Ну, в общем-то, на этом мое вступление закончено. Люди подошли, комната полная. И теперь я с удовольствием передаю микрофон Людмиле Васиной. Здравствуйте, друзья. Как меня слышно по дисципальной системе? Отметьте. Благодарю, друзья. Слышно меня хорошо. И мы продолжаем. Так как у нас здесь очень много новичков, я буквально два слова скажу о себе. Я учитель высшей категории на Земле. В интернете я преподаватель в Альт-Инвебе. Скажите, пожалуйста, если у нас люди в возрасте до 35 лет, поставьте просто 35. Чудесно. Если у нас присутствующие в возрасте до 50. 50. До 50. Таких уже больше у нас. Чудесно. А если у нас люди в возрасте после 50, поставьте 50 плюс. После 50 плюс поставьте, пожалуйста. Чудесно. Потому что после 50, когда мы уходим на пенсию, жизнь только начинается. Мы воспитали детей, мы воспитали внуков. И теперь можно заняться, продолжить самообразование. Я пенсионер, до 100 мне 29. И вот я здесь сейчас с вами на уроке. Чем я занимаюсь еще? Иду активный образ жизни, здоровый образ жизни, обливаюсь ледяной водой. В общем, чувствую себя великолепно. Итак, оживу я в Новочеркасске, в прекрасном городе. Цель нашего сегодняшнего занятия – познакомиться, как создавать форму подписки и устанавливать ее на свою страницу захвата. И сразу скажу о вашем домашнем задании, что вам нужно будет на своей страничке захвата, на своем сайте, установить форму подписки. Еще раз напомню, что у нас занятия проходят каждую среду в 16.30, и вот здесь вы видите ссылочку. На прошлом занятии вы уже помнились с тем, что для того, чтобы приглашать рефералов, должна быть страница захвата. Поэтому именно на нее идет трафик. Но ни одна страница захвата не будет выполнять свою функцию, если за ней не будет следовать авторассылка. Потому что вручную отправлять письма своим подписчикам – это просто невозможно. Для создания авторассылки на сайте должна быть форма подписки. Сайты могут быть разные. И ни один одностраничник не будет работать без формы подписки. Для чего нужна форма подписки? Если человек зашел на вашу страничку, на ваш сайт, посмотрел, есть ли информация, которую вы предлагаете ему, его заинтересовала, и он хочет получить доступ к этой информации, он, конечно, укажет свой логин, вернее, укажет свое имя и укажет свой электронный адрес. И как только он нажмет кнопку «Получить доступ» или «Начать занятие», или «Начать зарабатывать», все это будет зависеть от того, какое предложение вы даете человеку. От темы вашего сайта будет зависеть. И как только человек нажимает на эту кнопку «Получить доступ» или «Подписаться», или еще как-то вы назвали, он сейчас же попадает в ваш список подписчиков. И странички ваши будут разными. И формы подписки тоже будут разными. Но ни один одностраничник не будет эффективно работать. Даже если человек заплатил и ему по его оплате создали сайт. Но это будут деньги на ветер, если нет формы подписки, если не будет перехода на ваш ресурс. Итак, мы уже сказали, что форма подписки может быть любая. Форма подписки будет зависеть от темы вашего сайта. Форма подписки будет зависеть от цвета, расположения и так далее, от содержания вашего сайта. Форма подписки может быть любая, но она всегда должна быть на самом видном месте. Если вы согласны. И сейчас я перейду на рабочий стол, потому что дальнейшие действия я буду производить непосредственно в интернете. И вы будете видеть, как создавать форму подписки, как ее устанавливать на свой сайт. Для новичков рекомендую я всегда. Друзья, если вам трудно выполнять действия вместе с преподавателем, а для новичков это, конечно, бывает трудно, по своему опыту знаю. Ваша задача на занятии внимательно просмотреть, прослушать, для того, чтобы у вас в голове сложилась цепочка. Вот отсюда мы начинаем. Вот такие действия сделали и пришли вот к такому результату. А потом при повторном просмотре записи вы просмотрели часть, допустим, минуту, две, три, остановили запись и выполнили это действие. И тогда вы получите хорошие результаты. Итак, друзья, я перехожу на рабочий стол. Я вижу, что экран мой мой видно, мой рабочий стол видно. Подтвердите, пожалуйста, пятерочками, что вам видно рабочий стол. Благодарю. Я захожу в InWeb24. Сделаю сейчас масштаб покрупнее, чтобы вам удобно было видеть все, что я буду выполнять на рабочем столе. Для того, чтобы мне войти в свой BackOffice, мне нужно ввести логин и пароль. Вот так выглядит BackOffice моего кабинета. И теперь мне нужен инструмент, великолепнейший инструмент, с помощью которого мы будем создавать форму подписки. И этот великолепный инструмент позволяет не только создать форму подписки. В нем мы делаем рассылки, в нем мы заряжаем письма в автоответчик. Здесь очень-очень много возможностей. И без этого инструмента ни один интернет-бизнесмен не сможет обойтись. Неважно, в InWeb он пользуется инструментами или в другой какой-то компании. Но без такого инструмента не обойтись. Итак, я захожу в сервисы, сервисы. Здесь продукты и услуги, которыми я пользуюсь. Их у меня достаточно много. Я выбираю InTouch. Подробнее нажал и на кнопочку. Войти в InTouch. Вот так будет выглядеть стартовая страница нашего инструмента InTouch. Но прежде чем начать создавать рассылку, я перейду на страницу сайта. Вкладка InWeb. Сервисы. Нажимаю кнопочку. Сервисы. И я зайду сейчас на страницу, вернее, на страницу InPage Cloud Service. Это конструктор, с помощью которого мы создаем сайты. С этим конструктором вы познакомились на прошлом занятии. Обновлю страницу. Когда мы заходим на конструктор, нам всегда нужно обновить страничку сначала. Итак, я захожу в конструктор. Станица у меня уже подготовлена. Вот она, плавающая панель нашего конструктора. Что здесь есть? Есть заголовок, есть сообщение о том, что очень хорошо и удобно для того, чтобы воспитывать успешного ребенка, читать ему сказки. Вы помните, как вам мамы читали сказки, бабушки читали сказки? И посмотрите, здесь человек зашел на эту страничку, да, он видит то, что ему предложили. Да, он видит, что получит ребенок. Он видит выгоды. Обязательно мы говорим о выгодах. Почему? Человек заходит на вашу страничку с какой целью? Он заходит с той целью, чтобы решить какой-то свой вопрос. Именно ту проблему, которая его интересует. И здесь, конечно, должен быть призыв к действию и должна быть форма подписки. Вот этим мы сейчас с вами и займемся. Я перехожу в InTouch. Посмотрите, левый столбец. Рассылки, списки, подписки, автоответчик, форма. Вот нас сейчас будет интересовать форма. Что это такое? Как ее создать? Как сделать ее привлекательной? Итак, форма. Кликаем по этой вкладке. Здесь у меня очень большое количество различных форм для различных сайтов на различные темы. Но мы должны создать новую форму. Именно для себя. Именно для этого сайта. Нажимаем вкладку «Создать форму». И появляется вот такая форма. Она, ну скажем так, бесцветная. Друзья, если вам понятно то, что сейчас происходило, пошло-то плюсики. То есть мы зашли на сайт, посмотрели, что нам нужна там форма подписки и нам нужен призыв к действию. Продолжаем. Я к курсорам показываю, друзья. На записи будет хорошо виден курсор с стрелочкой. Итак, форма подписки. Казалось бы, невзрачная. А что мы можем сделать? Во-первых, для того, чтобы создать форму подписки именно по вашей теме, мы должны заполнить вот эту часть. Здесь поля. Во-первых, название формы. Здесь вы пишете тему, которая соответствует выбранной теме. Раз идет тема о книге сказок, я просто напишу тему сказки. Так. Подписчики. Нам здесь нужно выбрать список подписчиков. Здесь у нас указано, ничего не выбрано. Поэтому мы сначала должны будем создать списки. Об этом разговор чуть позже будет. А сейчас я просто отмечу любой список из тех, которых у меня большое множество. Нажимаю на треугольную стрелочку. Здесь пока ничего нам не сказано. Ладно. Идем дальше. Письмо подтверждения. В данном случае мы ничего здесь не будем менять вначале. Потом вы можете переходить на другое письмо подтверждения, которое вы создадите сами. А сейчас стандартное сообщение InTouch. То есть, как только человек нажмет кнопочку, придет сообщение, что ему нужно подтвердить подписку. Указываем, от чего имени отправляется это письмо. И начинаем работать с формой. Кликаем по самой форме. И у нас появляются настройки формы. Здесь можно создать форму так, как нам хочется. Мы можем здесь выбрать и предложенные шаблоны. Начнем создавать форму так, как мы захотим. Предположим, я не хочу, чтобы была вот здесь шапочка такая, новая форма. А хочу написать другое название. Я кликаю, убираю слова «Новая форма». И, допустим, я хочу написать «Сказки для детей». И кликаю на свободном месте. Есть. Дальше. Я могу над этим заголовком поработать. Или могу его совсем убрать. Я выделила этот заголовок, кликнула. И появилось табло «Настройки». Можно выбрать шрифт. Здесь выбрана вербана. Нормально. Мы можем выбрать жирный шрифт. Мы можем выбрать курсив. Мы можем выбрать подчеркнутый. Я сейчас это уберу, пусть будет вот так. Дальше. Мы можем увеличить или уменьшить размер шрифта. Но посмотрите, как легко это делается. Вкладка «Размер» и кружочек показывает, что шрифт мы можем увеличить или уменьшить. Мы просто передвигаем. И смотрите, сразу уменьшается размер буквы. Можем уменьшить. Теперь мы можем выбрать цвет шрифта. Предположим, мы его выберем, ну пусть будет красным. Вот так. Можем оставить белым, а можем его сделать, фон белым, а можем его сделать другим. Посмотрите, вкладка «Фон». Мы нажимаем на изменение цвета и можем здесь поиграть с цветом. Предположим, я какой-то вот желтенький возьму. Посмотрите, некрасивый, да? Я зажала кнопку мышки вот здесь на этом квадрате. А теперь могу вот так, не отпуская кнопку мышки, походить и посмотрите, меняется цвет. Вот пусть будет, предположим, вот такой. Здесь вы выбираете сами. Кликнули на свободном месте. Далее. Нам важно, чтобы человек оставил имя и свой электронный адрес. Е-мейл. Ну, мы же люди культурные, поэтому мы напишем не просто имя, а здесь немножечко изменим и напишем «Ваше имя». Чудесно. И кликнули на свободном месте. В следующем поле «Е-мейл» кликаем, так, чтобы появился курсор. Курсор сдвигаем влево. Е-мейл не трогаем. И также напишем «Ваш имя». Кликаем на свободном месте. Но нам не нужно, чтобы человек подписывался. Мы здесь, так как мы можем подарить эту книгу, чтобы человек заинтересовался, прочитал своему любимому ребенку. И мы здесь можем написать «Получить». Ладно. И поставим восклицательный знак. Кликаем на свободном месте. Бесплатно сделаем с большой буквы. Вот так. Теперь, посмотрите, мы выделим верхнее поле «Ваше имя», нажмем «Shift» на клавиатуре, выделяем второе поле «Ваш e-mail». И теперь мы можем по своему усмотрению, перейдя вот здесь в уголочек, появляется двойная стрелочка. Посмотрите, мы можем уменьшать размер поля, увеличивать его и так далее. Предположим, мы сделаем вот так. Немножечко вот таким. Отпускаем, переводим курсор. И зажимаем кнопку мышки и вот так передвигаем поля нашей формы. Мы еще не кликаем на свободном месте, а давайте изменим шрифт, его цвет. Предположим, я хочу размер шрифта увеличить. Я опять перехожу в раздел «Размер» и слегка передвигаю этот ползунок вправо. Посмотрите, размер шрифта увеличился. Если это крупный, мы можем уменьшить. То есть здесь вы выбираете сами. Вы можете выбрать цвет шрифта. Предположим, синий какой-нибудь или темный. Темно-синий, предположим. Вы только кликнули здесь, нажали кнопкой мышки и можете по этому квадратику походить, выбрать тот цвет, который вам больше понравится. Можете выбрать жирным. Можете выбрать наклонным, можете подчеркнутым и так далее. Можете выбрать цвет фона именно вот этих полей. Ну, давайте их сделаем. Это чуть-чуть розоватые. Вот такие вот. Я особенно не подбираю цвета. Мне важно сейчас показать, как это выполняется. Так, и теперь мы перейдем к пиму-полю. Получить бесплатно. Конечно, здесь мы увеличим размер. Опять переходим в поле размера. Увеличиваем размер шрифта. Чуть-чуть увеличили. Делаем жирным. Меняем цвет. Переходим вот в эту часть, нажимаем. И давайте мы его сделаем желтым. Еще ярче желтым. Одну минуту. Здесь мы можем погулять и посмотреть, какой цвет нам больше подойдет. Предположим, вот такой. Так? Но на белом фоне он виден плохо. Поэтому мы выбираем фон. Сначала мы выберем фон кнопки. Кликаем. И фон кнопки выбираем красный, яркий. Вот здесь. Вот он. Фон кнопки мы выбрали. Ярко-красный. А теперь фон при наведении. Вы обращали внимание, что когда вы заполняете какую-то форму, записали имя e-mail и нажимали на кнопочку получить или зарегистрироваться, фон этой кнопки, цвет кнопки менялся. Вот здесь мы сделаем то же самое. Мы ее изменим. И когда человек будет переходить по нашей кнопочке, цвет ее будет меняться. Так. Я перейду в комнату. Пожалуйста, друзья, если до сих пор было понятно, поставьте, пожалуйста, единички. Возникли вопросы. Одну минуточку. Друзья, в конструкторе мы создаем сам сайт. А форма подписки создается на инструменте InTouch. В инструменте рассылщика. Это ответ на вопрос Галины Лукьяновой. Так. Еще раз. Как дописать вас? Сейчас покажу. Где это все в конструкторе? Друзья, это не в конструкторе. Это в рассылщики. Сейчас мы создадим форму. Я еще разочек перейду на конструктор. Как добавить еще одну кнопку. Сейчас покажу. А какую кнопку хотите добавить? А как заполнить две следующие строчки формы? Сейчас еще разочек мы добавим формы, добавим поля. Друзья, не рассылка платная, а вы берете в аренду этот инструмент. Точно так же, как вы в аренду берете конструктор, точно так же вы в аренду берете и InTouch. Вы обратитесь к человеку, который вас пригласил сюда, к своему спонсору, и он вам подробно об этом расскажет. Итак, я перехожу к нашей форме подписки. И так был задан вопрос. Если я хочу добавить еще одно поле, так? Смотрите, я перейду по вот этой стрелке справа, нажимаю на нее, и здесь есть элементы. Нажимаю на эту вкладку, элементы. Здесь есть поля. Нажимаю на треугольную стрелочку, и раскрывается, а какие же поля мы можем добавить. Предположим, вы хотите узнать, а в каком городе живет человек? Или адрес, или город, или область, или почтовый индекс, скайп, телефон, фамилия и так далее. Ну, чаще всего спрашивают телефон или скайп. Давайте мы добавим вот это поле скайп. Что мы делаем? Мы нажимаем на поле скайп, перетаскиваем его сюда. Мы просто его перетащили. Но нам нужно как-то его здесь лучше расположить. Что мы сделаем? Мы кликаем по контуру нашей формы. Появляется вот такая стрелочка двойная. Зажимаем ее левой кнопкой мышки и слегка удлиняем нашу форму. Теперь нижнюю кнопку получить бесплатно. Выделяем, кликаем по ней и опускаем вниз. Поле скайпа. Выделяем, кликнули по этому полю. Появилась вот такая, такие перекрещивающиеся двойные стрелочки. Зажимаем левой кнопкой мышки и передвигаем туда, куда нам нужно. Но нам не интересно, чтобы был вот такой размер. Выделено и уменьшаем размер этого поля. Подгоняем под то, чтобы оно соответствовало тем полям, которые вот здесь выше. И немножечко уже делаем. А теперь делаем то же самое. Смотрите. Чтобы было все одинаково. Вот эти три поля. Нажимаем первое. И на клавиатуре нажимаем клавиши Shift. Нажимаем второе поле. И нажимаем третье поле. Переходим в шрифт. Размер шрифта делаем чуть-чуть крупнее. Вот так, если нам это нужно. Делаем жирным. Скайп жирным выделился. Теперь нам нужно цвет. А цвет мы выбирали синий. Вот такой вот. Все, кликнули. Хорошо. Фон. Выбираем фон. Фон у нас был бледно-бледно-розоватый. Вот он, одинаковый фон везде. Отпускаем. И посмотрите, нижнее поле немножечко длиннее. И мы его хотим изменить. Мы чуть-чуть делаем короче по высоте и шире по ширине. Вот так. Но здесь можно погулять. Мы можем здесь добавить что-то еще на свое усмотрение. А если мы хотим, чтобы у нас форма подписки была небольшой. Мы же ее можем большую сделать, меньшую, большую и так далее. Давайте мы сейчас немножко поиграем с цветом. Есть вкладка дизайн справа. Посмотрите. Нажимаем на нее. Выбираем. Цветовые схемы. Нажимаем на треугольную стрелочку. Мы сейчас с вами на свое усмотрение здесь как-то что-то изменяли. А вот в этой цветовой схеме особенно очень хорошо работать с ней тем, кто не совсем владеет сочетаниями цветов. Предположим, вот этот цвет. Просто кликаем и смотрите, что меняется. Меняется наша форма подписки. Кликаем на другой цвет. Переходим на следующий. И так далее. Вот такой мы можем сделать. Вот такой можем сделать. Такой. Давайте попробуем. Так. И еще. Предположим, мы выбрали вот такое. Хорошо. Нам это нравится. Дальше. Если я не хочу, чтобы в форме подписки был заголовок сказки для детей, у меня это указано на самом сайте. Я не хочу сразу просить у человека скайп. Скажет, а зачем он тебе нужен? Как я поступлю в этом случае? На поле скайп нажимаю. И вот здесь вверху, посмотрите, есть значок крестика удаления. Я просто на него нажму. Скайпа нет. Дальше. Я хочу убрать шапку, так сказать. Да? Сказки для детей. Я опять перехожу в настройки. Элементы. Вот здесь есть. Перешла по вкладке элементы. И здесь есть показать заголовок. Нажимаю на треугольную стрелочку. И убираю галочку. Смотрите, заголовок есть. Я убираю галочку. И заголовка нет. Далее. Я могу уменьшить это поле формы. Перенесу вверх. Выделю нижнюю кнопку. Вот так ее сделаю. Кликнула на свободном месте. Нажимаю на контур формы. И я могу уменьшить эту форму. Мне не нужно, чтобы она была очень большая. Вот так сделаю. А теперь выделю вот эти поля, нажимая кнопку, нажимая клавишу Shift. Выделила первое поле, выделила второе, выделила третье. Кнопку Shift отпустила. И теперь просто немножечко перемещу так, как мне будет удобно. Я могу еще поработать вот с этими полями. Нажимаю на поле. Опять Shift. Выделила 3. И теперь посмотрите, что можно сделать. Справа в этом табло есть скругление углов. Посмотрите, углы сейчас не скруглены. А мы можем их скруглять по своему усмотрению. Просто передвигая бегунок. Посмотрите, углы скругляются. И здесь мы можем скруглять настолько, насколько нам это понравится. Больше, меньше и так далее. Далее. Нажимаем на рамку. Мы можем рамку тоже сделать любого цвета. Также скруглить углы, сделать толщину рамки и так далее. Давайте посмотрим. Изменим. Можем изменить фон, если мы захотим. Где мы будем менять фон? Это вот здесь. Сейчас пока менять не буду. Дальше. Рамка может быть сплошная. Нажимаем на треугольную стрелочку. Рамки может не быть совсем. Если вы хотите, чтобы она была на том фоне, допустим, у вас белый фон сайта, и вы хотите, чтобы эти все поля вашей формы, вот эти поля были просто на белом фоне, тогда вы сделаете нет здесь. Но сейчас мы сделаем с вами, допустим, двойную рамочку. Вот такую. Мы можем увеличить толщину рамки. Посмотрите, толщина рамки. И сдвигаем бегунок вправо. Смотрите, наблюдайте за рамочкой. Рамочка увеличивается по толщине. Чудесно. Мы можем для рамки выбрать цвет. Переходим в цвета. Нажимаем. Ну, какой цвет? Давайте красный сделаем. Вот у нас получилась такая форма. И нам ее нужно сохранить. Друзья, я перейду в комнату. А вы меня сориентируйте, пожалуйста. Понятно ли было то, что сейчас я проделывала с формой подписки? Так, последние строчки, где мы подписываем данные формы. Что в них? Зачем они? Так, сейчас поясню. Так, смотрите. Когда человек хочет получить ту информацию, которую вы предлагаете, он должен дать вам свое имя и дать свой e-mail, свой электронный адрес. На этот электронный адрес автоответчик, который вы зарядите, сразу после подтверждения рассылки отправит ему вашу книгу или ваш урок, или ваш какой-то курс. То есть то, что вы предлагаете. Если я ответила на вопрос, Галина Волошенко, если я ответила на ваш вопрос, пожалуйста, поставьте пятерочку в чате. Об этом спрашивали. Так, тогда, Галина Волошенко, вы можете еще раз напишите точнее свой вопрос. Вы хотите прозрачную форму без рамок, чтобы она смотрелась на любом фоне? Да, друзья, это возможно. Итак, переходим. Смотрите. Сейчас мы посмотрели, как мы изменяем рамочки, фон и так далее. Я хочу, чтобы не было рамки. Нажимаю на рамочку, кликнула по ней. И вот в этом поле, во-первых, там, где рамка, здесь у нас двойная, нажимаю на треугольную стрелочке и выбираю нет. Рамка исчезла. Я хочу, чтобы не было вот этого фона серого. Тогда иду в фон, нажимаю на цвет, ставлю курсор в любом месте этого квадрата и поднимаю вверх. Перехожу вот сюда, чтобы он стал бесцветным. Вот фон исчез. Фона нет. И теперь, когда вы будете переставлять эту форму, она будет на том фоне. Она будет соответствовать фону вашего сайта. Я, если ответила на ваш вопрос, пожалуйста, поставьте пятерочку. Все. Итак, продолжаем. Мы создали форму. И, предположим, нас она устраивает. Формы вы можете создавать совершенно любые. Обязательно нужно сохранить. Смотрите, как у нас здесь не выбраны подписчики. Ничего не выбрано. Как нам нужно поступить в этом случае? Я сохраняю. Перехожу в другую вкладочку, чтобы нам потом перейти сюда в InTouch на формы. Перехожу в InWeb. Еще раз захожу в сервисы. Еще раз захожу в InTouch. Захожу в InTouch. Форма должна быть на сайте и сайт должен отправляться кому-то из подписчиков. Поэтому нужно создать список. Нажимаю вот здесь в левом столбце, выбираю списки. Создать список. Нажимаю на эту кнопку. И даю название списка. Пишу тест. То есть это у нас тестовая форма. И тестовый список будет. И нажимаю кнопку сохранить. Появилось сообщение. Список был успешно добавлен. Все. Мы возвращаемся на нашу форму. Теперь мы выбираем. Посмотрите, ничего не выбрано. Подписчики не выбраны. Нажимаем на треугольную стрелочку. Так, а что он не хочет? Так, тогда напишем. Так, еще раз. Сохранить. Заполните все обязательные поля. По всей вероятности идет. Работает сейчас с InTouch, служба поддержки. Друзья, выход всегда есть. Вы теперь знаете, как создать форму. А я перейду в формы и подберу другую форму. Так, я выберу готовую форму. Потому что нам мало того, что создать форму, нам еще нужно ее установить правильно. Так, предположим, я выбираю вот эту вот форму. Вот она, эта форма, которую мы хотим установить на свой сайт. Выбираем действие. И нам нужно получить код формы. Нажимаем вкладку «Получить код формы». Вот он, код формы есть. Мы его просто копируем. Нажимаем правой кнопкой мышки «Копировать». Окей. И теперь переходим в редактирование нашего сайта. Вот он, наш сайт. Вот она, панель плавающая нашего конструктора. И нам теперь нужно здесь установить два модуля. Первый модуль. Выбираем модули «Тексты графика». Зажимаем этот модуль и перетаскиваем вот сюда. Содержание убираем. Помните, мы говорили, что нам нужно призыв к действию человека, чтобы человек видел, а что ему нужно теперь сделать, чтобы получить. Выбираем изображение. Посмотрите, под полем, где мы хотим внести, появился вот такой редактор. Сейчас я отменю. Вот он, редактор появился. Как только мы выделили поле. В этом редакторе выбираем изображение. И переходим. Нам нужна стрелка. Нахожу папочку стрелки на своем компьютере. Предположим, я хочу вот эту стрелку. Открываю эту. Открыла папку с изображением стрелки. Один раз кликаю левой кнопкой мышки. Стрелка выделилась. И вот здесь внизу нажимаю кнопку «Открыть». Кнопка появилась. Теперь это окошко я могу немножко сдвинуть, чтобы видеть, а какая же у меня тут кнопка. И устраивает ли она меня. Во-первых, кнопка меня не устраивает по размеру. Значит, я размер вместо 100, допустим, сделаю 300. Я просто выделила. Написала 300. Размер увеличился. А вот длина кнопки, стрелки, меня не устраивает. Я вот здесь снимаю галочку «Сохранить пропорции». Если размер устраивает, вы не убираете «Сохранить пропорции». И здесь поставлю 90. Посмотрите, стрелка слева. Выбираю по центру. Нажимаю здесь. И теперь перехожу. Ок. Кликаю на свободное место. Вот она, стрелка появилась. Но посмотрите, она все-таки не так расположена, как мне хотелось бы. Занимает много места. И под форму не остается места. Что я делаю? Я выделила это поле. И нажимаю «Удалить». Да, я хочу «Удалить». Теперь посмотрите. Вот оно поле, где есть слова. Я просто поставлю здесь курсор. В конце текста. На клавиатуре нажимаю клавишу «Enter». И еще раз перехожу в изображение. Я возьму ту же самую кнопку. Но она уже не будет в отдельном поле. Выделяю кнопку. Открыть. По центру. Ок. Вот такая появилась кнопочка. Извините, стрелка. А теперь мы можем на нее кликнуть. Два раза кликнула. Она выделилась. Это окошко закроем, отменим. Кнопочка выделилась. И я могу увеличивать ее размер. Посмотрите. Подвела курсор. Появилась двойная стрелочка. Зажимаю левой кнопкой мышки. И вытягиваю стрелочку настолько, насколько мне хочется ее вытянуть. Посмотрите. Хороша? Да, хороша. Теперь нам нужен следующий модуль. Тот модуль, который нам позволит поставить форму подписки. Переходим в модули. Нажимаем. Здесь модулей очень много. Но нас будет интересовать модуль скрипт. Зажимаем его левой кнопкой мышки. И перетаскиваем. Вот здесь отпускаем. Только для этой страницы. Появилось вот такое поле. И мы в нем должны вставить ту ссылку на форму подписки. Ставим курсор. Нажимаем правой кнопкой мышки. Вставить. Наша форма подписки должна быть по центру этого поля. Поэтому будет очень хорошо, если мы в начале, перед первой скобочкой угловой, поставим курсор, переведем раскладку клавиатуры на английскую, ставим две стрелочки. И появились две стрелки. Переводим курсор посередине стрелки. И пишем центр. А также мы сделаем в конце этой ссылки. Ставим курсор. Две стрелочки ставим. Передвигаем курсор между стрелками. И еще раз пишем центр и добавляем флэш. Итак, я пишу центр и добавляю флэш. Теперь нужно нажать кнопку ОК. Посмотрите. Появилось здесь сообщение, что ваш код заработает после публикации сайта. И мы посмотрим, как оно будет выглядеть. А мне, пожалуйста, сейчас в чате скажите, было ли это понятно вам? Конечно, друзья, кроме создания формы и сайта, еще что-то будет и очень много интересного. Обязательно нужна запись. Запись идет. А мы задан вопрос. А центр обязательно? Друзья, желательно. Это на ваше усмотрение. Хотите, чтобы у вас было не перекошено все на вашей страничке? Итак, я перехожу опять на страничку. И теперь нужно опубликовать, чтобы посмотреть, а как же наша страница теперь будет выглядеть в интернете. Поэтому нажимаем опубликовать. Появилась ссылка на этот сайт. Нажимаем на него. Наша форма встала на место. Но по сравнению с формой, посмотрите, кнопка большая для этой формы. Мы можем кнопку уменьшить. Как мы это сделаем? И размеры здесь, интервалы, тоже мы можем изменить. Как мы можем это сделать? Нам нужно, чтобы был интервал между вот этой надписью и кнопкой. Ставим курсор и просто нажимаем Enter. Дальше. Ставим курсор после сработки. И опять нажимаем Enter. Так, извините. Вернуться назад. Здесь можем вставить еще одно поле. То есть модуль еще один вставить. Текст и графика. Берем этот модуль. И сразу под стрелкой его вставляем. То есть мы можем так изменять расположение. И публиковываем. Так, мы сместили. По высоте все очень даже хорошо. Но нам нужно немножко уменьшить размер кнопки. И чуть-чуть ниже сделать форму подписки. Возвращаемся. Выделяем саму стрелку. Два раза на нее кликаем. Это мы уберем окошечко. И мы немножко уменьшаем размер нашей стрелочки. Вот так. Немножко уже ее делаем. Вот так. У нас здесь есть поле. Свободное поле, да? Курсор есть. Мы просто нажимаем Enter. Чтобы опустить немного форму подписки. У меня вопрос ко всем. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь создавал когда-нибудь сайт в Dreamwevery? Поставьте единички. Флэш в конце слова. Центр. Да, да, да. Центр. Правильно. Только второе. Нужно будет после второго центра поставить флэш. Да, создавали. А теперь такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вам легче будет на конструкторе создавать сайт? Или все-таки вам легче было в Dreamwevery? Единичку поставил Борис и Андрей поставил единичку. Конечно, но в конструкторе легче, друзья. Это равносильно, как дети из лего собирают свои сооружения. Или как из пазлов собирают картинки. Не понравилось этот пазл, его переложил. Не на месте он его передвинул. Точно так же и здесь. И теперь мы опубликовываем. Смотрим, что же у нас получилось. Мы нажали «Опубликовать». Появилась ссылочка на нашу страничку. Нажимаем на эту ссылку. И вот смотрите. И посмотрите. Когда человек заходит на страничку, он в первую очередь видит, что ему предложили. Он посмотрел, почитал или не почитал. 25 сказок для успешного ребенка. Заголовок он всегда прочитает и под заголовок. Если ему это нужно, он дает свое имя, дает свой имейл и нажимает кнопку «Получить». И посмотрите. Как только он подводит курсор к кнопочке, она меняет цвет. Мы так настраивали с вами. Вот и все. А теперь ваши вопросы. Друзья. Запись будет выложена в чате. Если вы приглашение получили в письме по почте, значит, по почте от того же человека, который вас пригласил, вы получите и запись. Поэтому вам, Эдуард, в начале нашего занятия и сказал, свяжитесь со спонсором, свяжитесь в скайпе с тем человеком, или по почте, который вас пригласил. Спасибо, Людмила. Спасибо за классный урок. Классный урок был, правда? Поставьте от 1 до 10, насколько вам понравился урок. Людмила всегда супер преподает. Запись мы сейчас сделаем и вам пришлем. Обязательно, да, обязательно свяжитесь с человеком, который вас пригласил. Там будет в записи стоять, рядом в записи стоять анкеточка. Заполните, и с вами человек свяжется. И второе объявление. Подождите, пока не уходите. Завтра, 18 числа, 16.30, в этой же комнате будет бесплатный вебинар о том, как за оставшееся время, за оставшиеся 12 дней 2014 года выйти на пассивный доход 100, 200, 500 долларов и получать его в течение 2015 года. Кому интересно, приходите. Адрес, это тот же время, такое же. И следующее наше занятие мы проведем в следующую среду. В следующую среду в 16.30 тоже в этой комнате. Поэтому запишите себе на телефон, чтобы не забыть. Ну и обязательно выполняйте домашнее задание. На этом все. Если есть вопросы к Людмиле, напишите. Напишите. Людмила быстренько ответит. Если нет, тогда работаем. Друзья, спасибо за внимание. С вами было очень приятно работать. Вы активно работали. Плохо работать тогда, когда в студии тишина. Так, я смотрю, вопросов больше нет. Если у вас по ходу работы над вашими сайтами будут возникать вопросы, у вас есть помощник, ваш спонсор. До свидания. До новых встреч.